Всем привет! Как известно, Пхукет часто называют островом миллионеров. Здесь очень много дорогой недвижимости. Безусловно, есть виллы по 5-7 миллионов бат, но есть проекты, стоимость которых переваливает сотни миллионов бат. И сегодня мы приехали в один из таких домов. Даже виллой я бы не смог это назвать. Это скорее какой-то дворец в балийском стиле. Мы сейчас находимся в районе Калим. Вилла называется Лила Вади. Погнали! Мы сейчас с вами находимся в холле. Центральный вход за моей спиной. Дом сделан в таком то ли тайском, то ли балийском стиле, но выглядит очень необычно и эффектно. Проект этот новый был построен в 2014 году. Здесь общая площадь 1000 квадратов, а сам дом 850. Здесь 4 спальни и 4 санузла. Три спальни находятся на первом этаже, а основная, то есть хозяйская спальня, на втором. Сейчас первый этаж посмотрим и пойдем наверх. Так, первая спальня. Сделано все очень мило, очень уютно, небольшое рабочее место. Здесь у нас туалет и здесь душевая. Шкафов, как всегда, много. Ну и есть сейф даже. Я, кстати, сразу, как зашел, обратил внимание, что за оконные системы. Те же самые, что были в Ботаника Luxury Villas, это Sun Paradise. Можно сказать, что я уже стал оконных дел мастером. Здесь у нас веранда с шезлонгами. Веранда крытая. Отсюда виден патонг, то есть центральный пляж Пхукета. Очень красивый вид и он ничем не перекроется. То есть мы сейчас находимся на горе и практически на самом верху. Кстати, в стоимость дома входит система охраны. Сабакан 2000. Система работает за сосиску, но в данный момент находится в режиме полета. Пусть отдыхает. Так, тут вторая спальня. Точно такая же. Абсолютно. И по площади. Единственное, один шкаф больше. Здесь выход туда, откуда мы зашли, в первую спальню, в сторону холла. И еще один выход. Пойдем сюда. Опять же в холл центральный. И еще одна спальня. Как видите, спальни все похожи и по площади, и по планировке. И у каждой есть своя терраса с шезлонгами. Но это гостевые. Пойдемте наверх на второй этаж. Здесь же на первом этаже есть бойлерная. Или я не знаю, как сказать, хозяйственное помещение. То есть можно сказать, что это сердце дома. Здесь все. И автоматы, и система чистки бассейнов, и резервуары с водой. Аж на 12 тысяч литров. В общем, это то место, которое управляет всем этим дворцом. Несмотря на то, что здесь всего два этажа, здесь есть лифт. Но есть общая лестница. Ладно, ты давай по лестнице, а я на лифте. Субтитры сделал DimaTorzok первый раз в жизни ездил на частном лифте. Итак, на втором этаже у нас большая терраса. Сейчас на нее прогуляемся. Кухня, гостиная и спальня. Ну, давайте с кухни начнем. Очень много окон, очень светлое все. Засними крышу. Какая крыша красивая. Вот не работает ни один кондиционер сейчас, но здесь прохладно. Дует ветер с моря, и весь горячий воздух уходит наверх. То есть здесь прям комфортно. Вообще у меня сложилось впечатление, что это вилла какого-то тусовщика. Здесь есть и винный шкаф, и очень много посуды для различного алкоголя. И атмосфера сама вот здесь прям хочется провести какую-то вечеринку. Так, холодильник, духовки, кофеварки, все, что только может понадобиться. Духовой шкаф, гриль, газовая плита, электрическая, фритюрница даже есть. Везде вытяжки, да? Да. Очень много посуды, всего инвентаря, посудомоечная машина. Ну, безусловно, кухня очень крутая и очень современная. Много техники, все, что нужно, есть. Здесь у нас обеденная зона, еще один санузел. И основная гостевая зона. Я когда зашел, первое, на что обратил внимание, это на количество пультов. Здесь их так много, что я даже не понял для чего. И первое, что в голову, что, а где телевизор? Нет ни одного телевизора здесь. Оказывается, вот оно. Вот оно что. Раз. Пожалуйста. Вообще крутая система, я такого ни разу не видел. Все, ты взял, опустил, он спрятан, не занимает места, но собрали своей компанией, семьей, друзьями. Разобрали этот шкаф, и у вас очень красивая плазма. Вообще, я больше предпочитаю виллы в стиле хай-тек. Но здесь сделано все настолько стильно, что мне очень нравится дизайн всего проекта. Это терраса, она также находится под крышей. Мне кажется, это потрясающее место для того, чтобы со своими близкими вечером посидеть здесь, зажечь свечи, пообсуждать спорт, общие интересы, спланировать свой завтрашний день и просто наслаждаться моментом и наслаждаться шикарными видами. Это основная терраса, то есть это жемчужина этого дворца. Бассейн идет в стиле инфинити. Он под открытым небом. А вот эта зона, она открытая. Здесь еще у нас стоит плетеная мебель, мягкая, но просто прошел дождь, и сейчас потихоньку капает, поэтому все это закрыто. Идем в самую главную комнату, это в хозяйскую спальню. Здесь большой гардероб. Много-много места для того, чтобы разместить все свои вещи. Здесь еще один шкаф. Здорово придумано. Шкаф деревянный и сделана такая сеточка для того, чтобы воздух постоянно поступал внутрь. Все гениальное просто. Я не совсем понял дизайнерского решения, но здесь две раковины. Они находятся так по краям. Ну, наверное, круто. Здесь у нас ванная. Наконец-то есть ванная. Мы когда внизу гуляли по тем спальням, по гостевым, я подумал, что как же вилла и без ванны. На самом деле она есть у владельца только. И также идет душевая и туалет. Вилла производит просто нереальные впечатления. Все сделано очень красиво, очень качественно. И виды, которые отсюда, ну, они... Вот, хоть я живу в Таиланде уже несколько лет, но для меня это как впервые. Просто вот, я надеюсь, камера это получится передать, как облака сели сейчас на горы, на Патонге. Если ты видишь это каждый день со своей собственной спальни, это... Ради этого стоит работать, ради этого стоит зарабатывать деньги и покупать подобную недвижимость. Здесь по соседству очень красивые домики. Здесь очень тихо и спокойно. И вокруг джунгли. То есть ты хоть и находишься в современном доме, но вокруг тебя дикая природа. Очень круто. У виллы очень удобное местоположение. Если спуститься и поехать направо, то это будет пляж Камала. Он примерно в двух километрах отсюда находится. А если поехать налево, то будет пляж Патонг. То есть это самое сердце Пакета. Все развлечения, торговые центры, вся инфраструктура находится здесь рядышком в 7 минутах езды. У меня с глазомером так себе. Но мне кажется, мы находимся 50-55 метров над уровнем моря. Вид просто шикарный. Вон, весь Патонг как на ладони. Бассейн с подсветкой, поэтому вечером выглядит еще эффектнее. Обслуживание такого дома владельцу обходится около 60 тысяч бат в месяц. Это работа персонала, который занимается уборкой, чисткой бассейна, уходом за садом. То есть все, чтобы дом был красивый в таком виде, как сейчас, это стоит около 60 тысяч бат. Если о самой стоимости виллы, то по сегодняшнему курсу это стоит 3 миллиона 750 тысяч долларов. Естественно, в цену входит абсолютно все, что мы вам показали, включая эту красивую собаку. Но графика платежей стандартного нет. Если вас заинтересовал этот проект, вы можете писать нам на электронную почту, либо в WhatsApp, либо звонить. Не стесняйтесь. И будем обсуждать уже график платежей с каждым клиентом индивидуально. На сегодня все. Я надеюсь, сегодняшний выпуск, сегодняшняя вилла вам понравилась. Не забывайте следить за обновлениями на нашем сайте и на нашем YouTube-канале. Там очень много интересной и полезной информации. Ну а на сегодня я с вами прощаюсь. И до свидания. Продолжение следует...